Отзвучали фанфары по поводу того, что состоялся этот визит, как замечательно. А всё ли, скажем так, отлично и безоблачно, на ваш взгляд, в отношениях между Киевом и Вашингтоном? Добрый вечер. Смотрите, конечно, визит Антони Блинкина – это очень символический жест. Это один из первых визитов вообще куда-либо за границу руководителя американской администрации. И посещение Киева фактически вторым человеком в американской внешней политике – это важно, и это знак поддержки Украины. Первый Байден, разумеется. Естественно. Потому что президент определяет внешнюю политику, а госсекретарь – это человек номер два в внешней политике. И если посмотреть на украинскую прессу, и даже посмотреть этот видеоролик, который у вас показан, то кажется, что всё замечательно. И кажется, что США категорически поддерживают Украину, что правда. Но поддерживают они только в одном вопросе. Энтони Блинкин очень чётко обозначил, сказал фразу, что у Украины есть два врага. Первый – Россия, второй – коррупция. Вот всё, что сегодня обсуждалось, всё, что мы видели здесь, всё, о чём говорят украинские политики, это то, что США будут поддерживать нас в борьбе, ну или в противостоянии, скажем, не в борьбе, а в противостоянии с Россией. А где границы этой поддержки, простите? Никто не знает. Воевать ведь не будут в случае чего. Не всегда нужно воевать. Иногда можно посылать жесты или делать какие-то предложения. И самая ведь цель Украины, как задача минимум, это сделать так, чтобы не было новой российской агрессии. Как-то гарантировать эту ситуацию, но как минимум не ухудшение. И здесь, мне кажется, что поддержка США будет фактически идти по нарастающей, что мы видим. То есть мы видим увеличение поставок вооружений, мы видим всё более интенсивные совместные военные, ну не скажу манёвры, но какие-то такие упражнения. И все слова, которые произнес Энтони Блинкин по этому вопросу, они были с точки зрения дипломатической, правильной. То есть вы можете, мы вместе, вы можете на нас рассчитывать. И не случайно, что звонок Джо Байдена российскому президенту с предложением встретиться, потому что прошёл в тот момент, когда Россия сконцентрировала свои войска вдоль границ Украины. Но здесь можно, как говорится, думать и гадать, кто кого спровоцировал. То ли Путин сказал, а ты мне позвони, и добился своего. То ли Байден позвонил и сказал, Володя, хватит бряться с оружием, давай встретимся и поговорим. А вот здесь, кстати, раз уж вы об этом упомянули, Сергей, вот как вы относитесь к мнению, которое часто высказывается, ну скажем так, некоторыми независимыми российскими наблюдателями, которые, в общем, занимают достаточно оппозиционную точку зрения по отношению к деятельности нынешнего путинского режима, так и некоторыми людьми, которые это комментируют здесь, в Украине. Мол, сморгнул старик Байден, дрогнул. Сначала назвал Путина убийцей, а потом ему позвонил и предложил встретиться. Слабак, мол. Струсил. Ну, разные. Да, я понимаю. Я не буду сейчас называть пофамильно тех, кто об этом пишет, но если порыться в интернете, там можно найти подобного рода комментарии в большом количестве. Ну, мне кажется, что люди, которые позволяют себе такие выражения, они очень хорошо понимают, что такое Соединенные Штаты Америки, что такое президент Соединенных Штатов Америки, и какие цели, задачи есть у Америки. И вообще, каким угрозам она противостоит. Собственно говоря, у США, ни при президенте Байдене, ни при президенте Трампе, ни при президенте Обаме, и дальше, 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 многое назад, не было желания воевать с Советским Союзом или воевать с Россией. Задача Америки, задача администрации Байдена сделать так, чтобы напряжение в отношениях России и США резко снизилось. Да, и чтобы Россия не провоцировала США на ответную реакцию, на эскалацию давления. Собственно говоря, вот тот набор, ну, я не скажу санкций, санкций, да, но каких-то символических шагов, которые сделала администрация Байдена во второй половине апреля, когда, с одной стороны, был напечатан большой указ, что санкции могут в отношении России вводиться по этому, по этому, вообще по всему. Вот стоит вам только перейти вот эти флажки, мы сразу же ведем жесткие санкции. А с другой стороны, очень четко и Байден, и Блинкен сказали, что вот мы хотим подвести черту. Мы не хотим сейчас копаться в прошлом и наказывать Россию за прошлое. Мы хотим с Россией очертить весь круг наших отношений, круг наших проблем и разговаривать на эту тему. Обсуждать выходы из тех проблем, которые у нас накопились, а не строить новые барьеры. Поэтому в этой связи президенту Байдену, так же, собственно говоря, и посмотрите, и президент Трамп, он же очень хотел встретиться с Путиным, и он очень с ним хотел договориться. Он только не очень понимал, о чем договориться, да, но он хотел с ним сделать какую-то большую сделку, такую значимую, видную. Байден очень хорошо понимает, посмотрите, есть, была проблема за договоры о стратегических наступательных вооружениях, да, вот СНВ-3 или Старт. По телефону договорились. Да, это в интересах США. Там, где в интересах США, нужно четко понимать, да, что там администрация США, президент США, в первую очередь, да, или главным образом действует в интересах своей страны, в интересах своего населения. И не в интересах населения США наращивать напряжение в отношениях с Россией. Или начинать войну по какому-либо поводу. Поэтому разговор о том, что Байден слабак... Политика такая, извините, кнутая пряника, да, получается? Да, можно говорить так. Можно говорить так, но это... Собственно говоря, расклад же очень простой. Никто в Вашингтоне не скрывает, что Россия это, ну, не противник, но как вот, противостоящая страна. То есть, это не союзник, а страна, которая противостоящая страна. Ну, в общем, можно вспомнить, в конце концов, 70-е годы. С одной стороны, вели переговоры при Никсоне, да, и потом при Форде, ну, и даже при Картере, о ограничении наступательных вооружений стратегических, об ограничении систем противоракетной обороны. Даже был договор о предотвращении ядерной войны. А с другой стороны, была поправка Джексона Веника, была там очень жесткая позиция президента Картера потом по вопросу соблюдения прав человека в Советском Союзе. Ну, и Хельсинский акт. И, в общем, по сути дела, заставили подписать Хельсинский акт, включавший, так называемую, третью корзину, да, о правах человека. Да, поэтому вот позиция администрации США, она очень понятна. И дальше, там, если перескакивать еще чуть-чуть, да, опять открытым текстом говорится, что главная угроза для Соединенных Штатов Америки сегодня, на нынешнем вот этапе жизни, это Китай. Да, и воевать на два фронта, воевать гибридными средствами, дипломатическими средствами, любыми, да, не военными, вот, навоевать на два фронта одновременно и с Россией, и с Китаем невозможно. С Россией набор проблем понятен, он очень ограниченный, очень узкий, и, в принципе, там, при желании обеих сторон, там всегда есть решение. Да, с Китаем комплекс столкновений, конфликт интересов настолько большой, что там даже не очень понятно, как это выруливать. Да, и противостояние с Китаем будет длительным, будет напряженным. Но оно все-таки, прежде всего, в области экономики, финансов, торговли. Нет, 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 оно и в области войны, военных действий. Китай наращивает свою военную мощь, Китай закрывает свободу судоходства в Южно-Китайском море, Китай постоянно нарушает воздушное пространство Тайваня, Китай фактически уже захватил Гонконг и угрожает там захватом Тайваню, Китай нарушает воздушные пространства, прилетает над спорными островами с Японии регулярно. Это нам кажется, вот когда на нашем европейском театре действий, Китай где-то далеко, и мы про него мало что знаем. Китайцы провоцируют, китайские военные суда провоцируют, американские проходят в очень ограниченной близости. Ну, плюс китайцы поддерживают северокорейский режим. Это уже там, что называется, вишенка на торте. Ну, хорошо. Вот, поэтому я бы не сказал, что Китай очень интенсивно наращивает свою военную мощь, и по размерам военно-морских сил он, вообще-то говоря, уже приближается к Соединенным Штатам Америки, а вот в том океане, конкретно районе, прилегающем к Китаю, его военно-морские силы, они точно превышают уже по возможностям американский флот. Такие, скажем так, осторожные сигналы недовольства были посланы Блинкиным и другими участниками этого визита украинским руководителям. Вот как вы считываете, вот вы лично считываете, скажем, некоторые осторожные замечания, которые, знаете, так вот прозвучали, может быть, не совсем вербально, не напрямую, да, но вот в том числе то, что касалось событий 19-го года, которые потом привели к импичменту, несостоявшемуся, в общем-то. То есть состоявшемуся там, у нас всегда путаница, импичмент объявили, но на основании предъявленного Палаты представителей импичмента сенат не признал господина Трампа виновным. Ну, есть расхожая фраза, что язык дан дипломатам, чтобы скрывать свои мысли. Зная Викторию Нуланд, я думаю, что она... А вы ее знаете лично? Я лично ее знаю, и я абсолютно уверен, что она не скрывала свои мысли. Она очень хорошо понимает, что происходит в Украине. Она очень хорошо знает всех действующих лиц. Она человек с богатым опытом работы на постсоветском пространстве. И это человек, который известен своей прямотой и недипломатичностью, хотя она занимает там третий пост в Госдепартаменте. Она не появлялась на первых ролях, естественно, да, то есть с ней не брали интервью у нее, но она провела все нужные встречи, она провела все нужные переговоры и очень четко обозначила все болевые точки второй части. Если Антони Блинкин больше занимался первой частью отношений в связи с российской агрессией или с российской угрозой, то Виктория Нуланд занималась теми вопросами, которые касаются второй части. Ну, обобщенно коррупции, ну, вообще говоря, всего того домашнего задания, которое нужно выполнять украинским властям, прежде чем будет план членства в НАТО, прежде чем будет дорога в ЕС, прежде чем будет визит президента Байдена. Потому что президенту Байдену, ну, точно совершенно не с руки и не хочется ехать в страну, которая ничем похвастаться не может, кроме как того, вот, там, вызывать неудовольствие своими такими радикальными решениями, типа снятия главы нафтогаза, ну, и так далее. Вот, поэтому набор проблем известен, и, на самом деле, коротко он звучит так. Вот есть МВФ, и договаривайтесь. Они уполномочены на все. Вот, то есть, попытка сыграть, ну, что называется, развести, да, развести США, добиться через Блинкина, или, я не знаю, через Байдена давление на МВФ, чтобы МВФ, там, согласился с какими-то, там, украинскими, там, смягченными требованиями. Нет. Есть очень четкие требования МВФ, ну, или условия МВФ, при которых МВФ готов продолжать помощь. Это судебная реформа, это борьба с коррупцией, восстановление полномочий антикоррупционных органов. Ну, вот для начала. Потому что, с точки зрения, вот, самой по себе, там, экономической политики, там, можно спорить о дефиците бюджета, там, на полпроцента ВВП больше, на полпроцента ВВП меньше. Но это, вот, тот диапазон гибкости, на который МВФ согласится. Это не является камнем предприятия. Можно, наверное, спорить об источниках покрытия этого дефицита. Вот, при желании, можно спорить о чем угодно. Можно спорить о цвете галстука, да. Нет, ну, просто бывает такое расхожее мнение, что, вот, условно говоря, МВФ настаивает непременно на каких-то, там, определенных размерах тарифов на газ, да. Это же не так, насколько я понимаю. Если правительство скажет, что, нет, вот, мы найдем другие источники покрытия дефицита бюджета, МВФ может и выслушать, и согласиться. Конечно. Правда? Конечно, МВФ – это очень гибкая организация, и в том плане, что у них есть задача, да. Если мы договоримся о том, что нужно сократить дефицит бюджета, то есть предложение МВФ, не знаю, там, условно повысить цену на газ, условно повысить какой-то налог, а есть предложение, там, Министерства финансов, правительства Украины. А мы сделаем это и вот это, и получим тот же самый арифметический результат. Если в ходе переговоров украинская сторона может убедить сотрудников МВФ, что цифры реалистичны, да, конечно. А перемены, вместо слагаемых, что называется, суммы не изменяются. Но опять, я, насколько я знаю, вот, в содержании переговоров, нет никаких серьезных разногласий вот в том, что касается чисто экономической политики, да, вот, макроэкономической, денежной, бюджетной. Да, вот, если бы все остальные вопросы были решены, да, которые, на самом деле, больше лежат на стороне администрации президента, да, потому что, что ни говори, судебная реформа – это точно не дело правительства, да, и борьба с коррупцией – это дело правительства, да, ну, то есть борьба с коррупцией в правительстве – это дело правительства, да, но антикоррупционные органы – это прерогатива Офиса Президента. И поэтому пока эта часть не будет решена, МВФ может тянуть, то есть найти причины, почему мы еще не договорились, всегда можно. А что касается вот той неприятной истории, когда Украина, скажем так, чуть не оказалась вовлечена в американские внутриполитические разборки, чего здесь ждут от украинского руководства? Если честно, ничего не ждут. Ну, мне кажется, что, знаете, как это, помните известная расхожая фраза Джорджа Буша, да, я посмотрел в глаза Путина и увидел там совесть. Вот мне кажется, что Антони Блинкен приедет и расскажет Джо Байдену, я посмотрел в глаза Зеленского и увидел там что-то, да, и расскажет, что он там увидел. Вот мне кажется, что эта история, она осталась в прошлом, да, она всерьез не повлияла на украинскую, на американскую политику, да, то есть по большому счету, ну, никаких серьезных, вот там, да, демократы получили какие-то не очень сильные аргументы в обсуждении процедуры, ну, объявлении импичмента в палате представителей. Но для американского общественного мнения это не стало крупной темой, да, то есть это явно вот не тянуло на повод для импичмента. Ну, а украинские власти, ну, хорошо, ну, бывают проколы, бывают ошибки. Давайте, на первое, посчитаем, что это была ошибка, случайность, и этого не повторится. Вы согласны с тем, что то обстоятельство, что Трамп вышел из иранской ядерной сделки, привело к существенному росту цен на нефть, и было, в общем, в российских интересах? Рост цен на нефть? И сейчас, и сейчас, когда возобновятся переговоры о восстановлении иранской ядерной сделки, цены опять пойдут вниз. Ну, слушайте, Евгений, ставьте на снижение цен на нефть, и вы обязательно выиграете, если вы в это верите. Я предпочитаю в такие игры не играть. Вот, тогда, тогда может быть. Вот, мне кажется, ну, конечно, рост цен на нефть, он всегда выгоден российскому бюджету, и, точнее говоря, там, российским резервам, потому что, ну, для того, чтобы бюджет был сбалансирован, достаточно нефти, там, 45 долларов за баррель. 45 долларов за баррель и... Российский бюджет сбалансирован. Россия в шоколаде? Нет, российский бюджет сбалансирован, нет дефицита. Нет дефицита. Ну, то есть, или там дефицит в том объеме, не знаю, там, полтора-два процента ВВП, который осознанно допускается. Вот, все, что сверху, это идет в накопление. Да, поэтому там вот цена нефти чем выше, тем больше накапливает Россия, тем более устойчиво она себя чувствует финансово, и тем меньше ей нужны вот те самые западные кредиты, которые не получают там Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и еще кто-то. Газпром-банк. Но мне кажется, что говорить о том, что цены на нефть выросли, там, начиная с 2018 года из-за срыва иранской сделки, ядерной сделки, это неправильно. Да, потому что Европа не присоединилась к американским санкциям, и Евросоюз создал специальную систему расчетов для того, чтобы расплачиваться за иранскую нефть, не нарушая американские санкции. И если посмотреть, сравнить вот там поведение продажи иранской нефти после введения санкций там в 2013 году, то они шли в основном в Китай, а после разрыва ядерной сделки европейцы продолжали покупать иранскую нефть. Поэтому мне кажется, что этот фактор всерьез на цены на нефть не повлиял. Если мы посмотрим вообще на динамику нефтяных цен перед коронакризисом, то есть это 2018-2019 год, то там устойчивого никакого тренда к росту цен не было. Поэтому что будет сейчас? Мне кажется, что от того, подпишут ядерную сделку или не подпишут ядерную сделку, точно совершенно ситуация на нефтяном рынке будет, конечно, зависеть, но не настолько сильно, как кажется. Потому что спрос на нефть еще не восстановился, и здесь очень важно, с какой скоростью будет восстанавливаться спрос. В первую очередь это транспорт, это авиационные перевозки, которые примерно 8% всей производимой нефти в мире, они снизились в два раза, и это является, наверное, самым ключевым фактором. Поэтому пока цена на нефть держится на районе 60 долларов за баррель, американские компании сокращают количество скважин и сокращают количество добываемой нефти. Поэтому если нефть опустится ниже, значит, американцы еще дальше будут снижать свою добычу. Поэтому я бы не стал все сводить к тому, что будет с Ираном, он подпишет ядерную сделку и выйдет на рынок со своей нефтью. На рынке нефти все гораздо сложнее. Резолюция Европарламента, в котором она имеет рекомендательный характер, вот эта резолюция, которая призывает к замораживанию всех авуаров российских бизнесменов крупных в западных банках и к исключению России из этой самой международной системы банковских расчетов SWIFT. Насколько, на ваш взгляд, это А, реально, Б, осуществимо? Эффективно, простите. Ну, вот давайте начнем с первого. Да. Когда заморозить активы вообще всех российских бизнесменов, ну, предположим, каждого имеющего больше, чем полмиллиарда долларов, ну, какую границу против проведем, найдется их, не знаю, человек 150, может быть, 200. Да, и на основании чего? Вот просто потому, что они русские, ну, как-то вот, знаете, я, конечно, понимаю, Европарламент – организация политическая, поэтому им решений не принимать. А бюрократ в Европейской комиссии понимает, что за его решение можно идти в суд. И вот спрашивают. Вот есть там Иволнов Иван Иванович, да, вот, который построил макаронный сверлильный завод в городе Тамбове и макаронами завалил, не знаю, там, северную часть России. Он заработал свои деньги честным путем, налоги заплатил, там, продал 50% акции на бирже. И эти деньги разместил в Европейском банке. Да, и на эти деньги купил, там, не знаю, что-то себе. Я, кто... Не обсуждаем, что. Да, вот даже не обсуждаем. Ну, вот что-то, что в общественном мнении, в том числе и на Западе, свидетельствует о некой коррумпированности этого персонажа, да? Нет, нет, подождите. Вот в общественном мнении это может свидетельствовать о чем угодно. Вот юридически, вот есть Иванов Иван Иванович. Так нет, я ровно об этом и говорю, что вот есть общественное мнение, а есть юридическое составляющие. А есть юридическое. А юридически у него все деньги чистые. Он никогда на съездах Единой России не выступал. В поддержку Путина писем не писал. Ни на какие лозунги, ни на митинги не ходил. Вот под микроскопом проверили. То, что он жирует там где-то на Лазурном берегу, это вопрос такой сугубо моральный. Появилось сообщение, что Джефф Безос, самый богатый человек мира, решил построить яхту за полмиллиарда долларов. Ну давайте мы сейчас против Безоса начнем. Давайте вот мы его активы в Европе тоже. Ну как, он же жирует. Ну полмиллиарда долларов на яхту. Ну и что ж, куда же такое годится? Вот, поэтому, вы знаете, это очень сложно. Я, вообще вот этот доклад Атлантиканцл, они в начале этой недели разместили доклад. И вот эта статья, они на самом деле очень неправильный нарратив посылают. Они говорят, что экономические санкции, которые повышают стоимость российской военной агрессии, уже достаточно и очень большие. Доклад Атлантиканцл говорит, что там чуть ли не 3% ВВП ежегодно. Россия теряет из-за западных санкций. Что просто вот, не знаю, раз в 10 превышает реальное давление этих санкций. А на самом деле? Ну вот все там, все обзоры, которые есть, начиная от МВФ и кончая американскими и российскими исследователями, до полупроцента. Больше, чем полупроцента ВВП никто не дает. Вот. А доклад предлагает, окей, давайте сконцентрируемся на персональных санкциях. Может быть, правда, давайте сконцентрируемся. Но первый же вопрос, который задают, что в Америке, что в Европе, а против кого и почему? Поэтому вот объяснить. Это очень сложно. Почему Иванова там, условно говоря, всем не нравится Абрамович. Но давайте Абрамовича. За что? Он является сторонником Путина. Да, он был сторонником Путина. Да, он даже был губернатором Чукотки. Да, он даже там какие-то деньги куда-то тратил там на Чукотке. Дальше что? Да, а есть, условно говоря, Рубен Варданян, известный российский бизнесмен, бывший владелец стройки «Диалог», который организовал схему вот этого таландромата, который финансировал путинский, да, вот все это панамское досье, идет через схему Варданяна. Вы когда-нибудь слышали, что предложение Варданяна подвести под американские санкции? Нет. А почему? А почему? Потому что там есть многие интересы, да, и все заинтересованы в том, чтобы эта схема продолжала работать. Как в российской стране, так и в европейской стране. Поэтому вот персональные санкции – вещь хорошая, вещь правильная, да, но просто так, огульно всех российских бизнесменов, это, ну, я сильно сомневаюсь, что такое решение пройдет. Вас ведь упрекнут в том, Сергей, что вы там выступаете в роли адвоката российских бизнесменов. Я слишком много работал, я в Atlantic Council 3 года назад, 4 года назад написал свой доклад по санкциям, да, я слишком хорошо понимаю эту тематику и слишком хорошо в ней разбираюсь. Дьявол в деталях. Санкции – это инструмент дипломатии. В дипломатии никогда нельзя прийти с кувалдой, ударить по столу и сказать, вот давайте мы сейчас это самое, будем вести с вами переговоры. Так не, в дипломаты так не работают, да, и дипломатические решения так не делаются. Вот, по поводу Свифта. По поводу Свифта есть полное непонимание в средствах массовой информации, и тем более в Европарламенте, что это такое. Свифт – это система передачи сообщений. Вот можно передавать через мессенджер, можно передавать через WhatsApp, можно передавать через факс, можно передавать голосом через телефон. А есть специально разработанный международный стандарт, согласованный там тысячами банков в мире, о том, как передавать платежные сообщения. И на основании этих сообщений банки выполняют те или иные операции, после чего проходят платежи. Это передача информации. И это, вообще говоря, Свифт – это кооператив, зарегистрированный, если я помню правильно, в Бельгии. Да. Ну, теоретически… Частная контора. Да, частная абсолютно, кооператив даже. Да, закон о кооперации. Вот, теоретически, наверное, можно заставить там российские банки выгнать из Свифта. Ну, наверное, не знаю, там, надо читать устав Свифта. Но это не означает, что российские банки после этого не смогут проводить свои платежи. Да? Потому что они могут пользоваться факсами, телексами, ватсапами, мессенджерами, сигналами, телеграммами и дальше по списку. О чем договорятся? Почтей, в конце концов. Будет очень дорого, очень медленно, транзакционные сдержки большие. Вот, если речь идет о том, что нужно запретить платежи российским банкам, то это называется по-другому. Да? Нужно сделать так, чтобы американским банкам не запретили держать корреспондентские счета. Российских банков. И вот это останавливает платежи совсем. И вот если говорить о санкциях, да, это такая вот, если всем российским банкам остановить, то это такая ядерная санкция, да, это объявление банковской войны Российской Федерации. Хорошо. На это Америка никогда не пойдет. Но одному конкретному банку это можно сделать, чтобы показать, что эта мера работает. Хорошо, Сергей, все-таки, значит, вот вы не согласны с оценкой, что эти санкции дают уменьшение российского ВВП на 2,5-3% в год. По вашим оценкам значительно меньше. Но, тем не менее, есть ли, на ваш взгляд, какие-то варианты, какие-то санкционные меры, которые, тем не менее, могут существенным образом повлиять на состояние российской экономики? Есть, например, с точки зрения российской экономики, заводы по сжижению газа, СПГ газа, да, это гораздо важнее, чем «Северный поток-2». Вот все заводы по сжижению газа, которые строят, например, «Новотек», да, где акционеры Тимченко и «Газпром», в том числе, помимо Михельсона, да, или строят «Газпром» вместе с партнером Ротенберга. Когда Ротенберг вышел из этой компании «Росгазодобыча», отдав все свои 50% своему менеджеру, да, подставному, там, зице-председателю Функу. Вот с точки зрения российской экономики, да, заводы по сжижению газа гораздо более важная мера, и все они строятся на западных технологиях. Вот никто не говорит о том, да, и здесь нет прямой зависимости Европы. СПГ, вот этот сжиженный газ, он продается по всему миру, как нефть. Европа от него не зависит. Вот почему нельзя запретить передавать российские технологии, да? Российские нефтяные компании, так же, как американские, активно используют гидроразрыв пласта, да, для добычи нефти. Я думаю, что в 2015 году 95% программного обеспечения для гидроразрыва пласта было американского производства. Ну, давайте считать, что сейчас, там, 70 или 60. Вот можно отдельным компаниям нефтяным, российским, да, мы можем даже сказать, каким, вот просто перестать передавать это американское программное обеспечение. Это сразу приведет к снижению добычи нефти в России. Насколько? Не на 2% в год, на 3% в год достаточно. Потому что попытка вытеснить Россию с нефтяного рынка одним ударом, это примерно то же самое, что мы наблюдали в 2018 году, когда попытались ввести санкции против Русала. Русала, 20% производства алюминия вне Китая. Только объявили о том, что против Русала будут санкции, цена на алюминий выросла на 20%. Санкции еще не ввели. Да, поэтому вот на Россию, президент Обам уже это сказал, что мы будем постепенно наращивать давление, увеличивая стоимость российской агрессивной внешней политики. Постепенно наращивать давление. А после августа, сентября 2014 года никаких серьезных экономических санкций в отношении России не было. Поэтому... А вот недавно, подождите, санкции против российского государственного долга. Испугали ежа голой задницей. Вот так вот. Ну да, конечно. На первичном рынке нельзя покупать, а на вторичном можно позвать. Но, может быть, следующий шаг будет в вторичный рынок? Не будет. Не будет. Уже министр финансов Мнучин написал 3 года назад, что это невыгодно, что это подорвет чуть ли не всю мировую финансовую систему. А сейчас написали следующее, что если запретить держать на вторичном рынке, запретить вообще держать российский рублевый госдолг, то его нужно будет быстро продать, и это приведет к тому, что американские компании потеряют, а российские компании заработают. Поэтому этого делать не надо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...